Взгляд Если мы возьмем все виды взглядов и сопоставим их с венецианской системой масок, то у нас выйдет абсолютно четкое соответствие. А именно, если человек постоянно исповедует пассивный взгляд или безумно пассивный взгляд, то что значит пассивный взгляд? Пассивный взгляд у человека в том случае, когда он не смотрит своими глазами, он смотрит чужими глазами, другого человека. Есть у этого человека какое-то убеждение, он его даже не проверяет, он его принимает на меру и через призму этих очков этого убеждения смотрит на мир. Это пассивный взгляд. Что такое безумно пассивный взгляд? Пассивный взгляд человек исповедует в тот момент времени, когда ему так выгодно, ему так удобно. А в безумно пассивном взгляде даже выгоды уже нет. То есть человеку просто так удобно. И вот те, кто строит из себя венецианских дам, они как раз и обладают, смотрят на мир пассивным взглядом и безумно пассивным взглядом. Далее, барректор. Маска – символ преданности, символ молчания, стойкости, терпения, выполнения долга. Те, кто не могут справиться с этой маской и приходят в свою жизнь не к такого рода задачам, как их Бог в посредственной ситуации тренирует, у тех людей философский взгляд. Что такое философский взгляд с точки зрения классификации? Это вот тот взгляд, когда человек пришел в тупик. Это тупик. Неотвечный вопрос. И ответа уже нет. То есть человек уперся в стену, а дальше в этой стене больше ничего нет. Вот он стоит у него философский взгляд на все, что было до стены и стены. Философский взгляд – это когда человек начинает обсуждать последствия силового поражения, последствия тупика. Что в принципе все не так плохо, а может и плохо, а может и неудачно. Следующий разновидный взгляд – это взгляд прикладной. Взгляд прикладной у человека возникает в тот момент времени, когда он понимает, что ему все равно с задачей справляться придется. Хочет он того или не хочет, а лично, кроме него, больше никто с этой задачей вообще не справится. Переложить ее просто не на кого. И поэтому он принимает взгляд… А может, что нет, нет. Поэтому он принимает взгляд, что все равно ему придется что-то делать. И уже с этой точки он начинает искать какие-то последовательности или механизмы реализации, посредством которых это можно было бы сделать. Вот этот взгляд и есть прикладной. И когда мы говорим о прикладном взгляде, то вот как раз код – это и есть тот уровень, который позволяет реализовать такие взгляды. Почему сказано «не садитесь играть с котом»? А кот уже знает механизмы реализации. Он умеет это делать. Он может прикидываться, безусловно, и будет это делать постоянно. Но в конце все равно ждет шаг и маркет. Следующий вид взгляда – это взгляд научный. И вот Баута, она как раз и смотрит научным взглядом. То есть Баута интересует, а кто это делал бы у меня? А какой исключительный перечень вообще всех существующих возможностей? Что еще может случиться? То есть какие вообще могут быть препятствия, какие могут быть вариации, то есть комплексы с точки зрения того, с точки зрения именно решения задачи? Обратите внимание, что научный взгляд и прикладной взгляд – это разные вещи. Посредством прикладного взгляда вы ищете и видите какой-то способ решения задачи. Когда мы смотрим научным взглядом, нас интересует не просто одна какая-то плоскость, а все плоскости, которые только существуют. Следующее. Самая непростая для прохождения маска – маска Колумбин, комплексная. То, что позволяет реализовать общественную судьбу. Здесь мы имеем дело с исследовательским взглядом. Исследовательский взгляд – это самый лучший способ действия в тот момент времени, когда вы не знаете, как поступить и что сделать. То есть вместо того, чтобы впадать в пассивный взгляд, искать, чтобы кто-то за тебя это сделал. Или заставлять создавать себе массу, причину, сидеть, хвататься за голову, искать способ реализации. Самый лучший способ подхода к решению задачи – это начать именно с исследовательского взгляда. А что и в чем вообще природа этого явления? Что вообще можно с этим сделать? Кто это делал до меня? То есть, по сути, те, кто знаком с комплексом «Целемер», то это просто жила золотая для того, чтобы тренировать их перед взглядом. Обратите внимание, что когда встречается знающий человек, который умеет все, профессионал, и встречается дилетант, который думает, что он профессионал, фраза такая даже, знаете, возникает у людей, даже понятия не имеют. Вот это как раз и есть, когда человек корчит из себя вот этот взгляд, маску равную этому взгляду, Колумбину. Он из себя корчит Колумбину, а на самом деле никакой Колумбиной не является. То есть, ну вам это, как бы, информационное послание. Не нужно путать людей, исповедующих исследовательский взгляд и теоретиков. Взгляд теоретический, так называемый, да? То есть, есть люди, которые, вот знаете, они вот собирают, складируют кучу книг, много-много-много информации, вот им это важно. То есть, они не собираются перепутать решение задачи. Научный взгляд всегда, теоретический, любой, как бы, взгляд, он, не научный, а теоретический взгляд, он, как бы, бесконечен. У него нет конца. То есть, это набор информации всегда, теоретический взгляд. То есть, в нем отсутствуют выводы. То есть, это просто вот чашка, налитая водой. То есть, как бы, в нем нет выводов. То есть, с этой информацией, ну, то есть, эта информация требует, ну, переработки, очистки выводов еще, для того, чтобы с ней можно начать было работать. К сожалению, к сожалению, большинство людей не понимают этих вещей. То есть, он считает, что у него стоит там пол книг, и он умный. Уже. То есть, это не так, он же их не читал. Понимаете? Следующие два диапазона, там, здесь мы имеем дело с реализацией военного взгляда, да? Военный взгляд тоже есть взгляд прикладной. Но в данном случае, мы имеем дело, когда кот у нас, да, на сцене, да, мы имеем дело с гражданской, как бы, жизнью, с задачами, в миру, так скажем. А когда уже стоят задачи военные, то здесь и механизмы реализации должны быть соответствующие. Ну, я сейчас объясню, в чем разница между двумя этими взглядами. У военного взгляда нет ограничений выборных инструментов. Ни каких-то ограничений нет, и правил нет, ни этика. То есть, нет ни этики, ни морали. Нет ни этики, ни морали. Военный взгляд предполагает только победу. Главная победа. То есть, это военная стезя, как бы, и военная штука, она не предполагает этики и морали. Военный взгляд исключает этику и морали. На войне д'Артаньяны все погибают сразу. То есть, там нет д'Артаньянов, как и нет атеистов. Божественный взгляд. Божественным взглядом может углядеть человек с уровнем подготовки вольта. Глава. Ложе. Божественным взглядом человек смотрит в том случае, когда любого рода явление, любого рода ситуацию рассматривает с точки зрения воли Бога. И на этом, казалось бы, все заканчивается. То есть, вот у нас восемь диапазонов. Но существует еще один вид взгляда, который позволяет посмотреть всеми предыдущими описанными видами взгляда единовременно. Этот взгляд называется комплексным. Именно мастер, тот, кто управляет вертикально и обладает таким видом взгляда. В комплексное видение это называется. Когда он смотрит всеми глазами одновременно. И выбирает тот взгляд, который наиболее эффективен в тот или иной моменте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова